В августе 2006 года в состав ВМС Австралии вошёл заключительный фрегат типа «Анзак». Характеристики фрегата типа «Анзак» Экипаж 163 человека, водоизмещение 3810 тонн, длина 118 метров Мощность ГЭО 30172 л.с. для газотурбинного двигателя и 8840 для дизельных двигателей Одновременная работа всех двигателей не предусмотрена Корабли типа «Анзак» построены на основе немецких фрегатов типа «МЕКО-200» Вооружение фрегата типа «Анзак» 127-мм артиллерийская установка Две четырёхконтейнерные наклонные пусковые установки на 8 противокорабельных ракет «Гарпун» Одна УВП на 8 ячеек для ЗУР РИМ-162 и ССМ По четыре на одну ячейку На кораблях зарезервировано место для второй УВП А также для зенитно-артиллерийского комплекса «Марк-15 Фэлэнкс» Два трёхтрубных торпедных аппарата И ангар для вертолёта МХ-60Р «Си Хоук» Дальность противокорабельных ракет 124 км Дальность систем ПВО 50 Дальность ПЛО 23 км На фрегатах типа «Анзак» для снижения стоимости строительства Отказались от покупки некоторых образцов вооружения, но предусмотрели их дальнейшую установку Так, с 2004 по 2008 год корабли получили две четырёхконтейнерные пусковые установки ПКР «Гарпун Блок-2» Зенитные управляемые ракеты «Рим-162» и «ССМ», которые за счёт размещения по 4 ЗУР в ячейке Увеличили боекомплект до 32 ракет И европейские торпеды «МЮ-90 Импакт» вместо американских «Марк-46» С 2010 по 2017 год корабли получили РЛС «Сия-Фар» и «Сия-Маунт» с активной фазированной антенной решёткой Систему инфракрасного поиска и слежения «Вампайр-НГ» Навигационную РЛС «Шарп-Ай» и многое другое Секции корпусов фрегатов типа «Анзак» изготавливались на различных верфях Но окончательная сборка осуществлялась на Уильямстанской верфи в Мельбурне Кстати, «Анзак» — это австралийский и новозеландский армейский корпус, сформированный для участия в Первой мировой войне К концу 2006 года в МС Австралии получили 8 фрегатов типа «Анзак» Также 2 фрегата получили в МС Новой Зеландии Посмотрим на темпы строительства фрегатов Среднее время от закладки до спуска на воду меньше года Видимо, из-за строительства секции корпусов сразу на нескольких верфях А вот среднее время от спуска на воду до передачи флоту более 2,5 лет Фрегаты несут службу на двух основных военно-морских базах ВМС Австралии Шесть на западной базе и два на восточной В 2003 году фрегат «Анзак» участвовал в битве за Фау во время вторжения в Ирак Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях Нравится ли вам такой способ экономии при строительстве боевых кораблей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok